Доброго времени суток, уважаемые господа, господа аудиофилы и просто любители хорошей и качественной музыки и конечно же звука в этом ролике как я обещал я поговорю о антирезонансных ножках подставках скажем так про которые мы говорили в прошлой серии говорили мы в прошлой серии напомню про вот такие вот подставки из акустик area bronze который я поставил под QX4 и в общем достаточно успешно они мне понравились как бы я понял что это интересная рабочая схема и заказал себе ножки под аурендер а30 далее в планах было заказать в макинтош транспорт и под цап макинтош далее под развязывающего развязывающего извиняюсь под кондиционер ну и как бы под к сожалению под усилителем мне уже здесь не влезет ничего поэтому будем обходиться стандартными ножками к сожалению ну начнем когда приехали эти ножки я в общем давайте так с чего началось все понятно что много кучи статей по выбор развязки как это все развязывается как это все работает там и так далее как вибрации влияют на звук там так далее мелкие искажения и так далее так далее так далее вот это все можно найти почитать и так далее все это в открытом доступе когда я поставил виброразвязывающие ножки индиго они рассчитаны на почему индиго потому что они рассчитаны на вес 7 и 2 кг когда как бронз рассчитаны на 3 6 кг то есть но этого веса достаточно для того чтобы вот такие четыре подставочки поставить под 4 но к сожалению или к счастью не знаю вес у рендера 30 составляет семь с половиной килограмм семь с половиной кг поэтому под него пошли вот такие ножки ведь здесь важно не переборщить нельзя брать сильно с запасом потому что они перестают работать они перестают работать должным образом нужно пытаться плюс минус обязательно попасть в вес там с небольшим отклонением это возможно не нужно брать про запас ножки это не работает это работает некорректно поэтому вообще нужно брать на я думаю что достаточно здесь было бы и трех ножек но как бы я экспериментирую с четырьмя много немало говорится вот но в данном случае вес нужно подбирать помните что вес нужно рассчитывать под эти свои компоненты то есть за в сильно с запасом брать не нужно что какой эффект мне дали эти ножки ну во первых это я был очень удивлен что насколько большую большое влияние оказывает эти ножки на цапы на предопределительный усилитель на цапка какое огромное значение какое огромное влияние но указывает я бы наверное сравнил это с эквалайзером который вы настраиваете под себя там можно настроить выше можно настроить ниже звук можно сделать его басове прибавить бас просто поменяв ножки местами и поменяв их расположение под данным компонентом куда вы их устанавливаете вы эту разницу будете слушать и ощущать на слух прям постоянно и любая смена позиции этих ножек под компонентом будет вам давать какой-то определенный звук но отмечу что можно и испортить звук этими ножками они выставив их неправильно я наверное для себя определил такую панацею под чем должно стоять на 5 жгуча статей про это есть как бы и для чего эти вибро развязки нужны вибро ножки там и так далее так далее я для себя увидел схему что внутри а у рендера внутри моего компонента и понял для то куда нужно подставлять и самый лучший эффект мне дало именно под то что я поставил ну грубо говоря где есть трансформаторы где создаются микро вибрации где есть жесткий диск там какие-то сиди лотки там и так далее там загрузочные моменты все что может одним словом вибрировать или создавать какие-то микро вибрация в данном случае у меня ножки расположены вот таким образом значит две ножки у меня стоят справа не знаю видно тут или две ножки мы стоят справа надписями вперед одна ножка у меня стоит сзади по центру практически в конце и одна ножка у меня стоит вот здесь спереди с левой стороны но для того чтобы больше было устойчивости помните что устойчивость аппарата должна быть хорошей то есть аппарат должен стоять ровно плотно и никаких там скольжение в весеннем воздухе быть не должно так чтобы он не ковыркнулся чтобы у него был хороший упор с разных сторон поэтому пытаясь расположить таким образом чтобы это не сыграло с вами злую шутку ну вот в общем то и все что мне это дало ну собранный звук как бы я почувствовал что бас стал еще плотнее интереснее появились появился больше воздуха ну как-то в целом интересней очень сложно объяснить влияние тех ножек как бы на самом деле но как бы какие-то отдельные моменты вот я уже выдернул сказал что я почувствовал но в целом когда их убираешь ты понимаешь что уху что то да вот я повторяюсь уже и систему у тебя забрали это этот эффект дополнился и x дополнил резонансные ножки от из акустик и под ау-рендер а 30 дальше в планах как я уже говорил под сиди про транспорт и под цап макинтош это два разных звука ау-рендер ау-рендер здесь встроенный цап и бред как бы у него есть свой характер звучания у макинтоша он свой но в данном случае я очень часто сейчас слушаю транспорт референсный транспорт я его слушаю через встроенный цап ау-рендер а кстати ну очень даже неплохо звучит ну вот в общем то все что я хотел рассказать всем доброго времени суток и хорошего звука и эмоций пока пока пока